так привет всем любителям пошаговых стратегий игорю мухи ткаченко особенно за спонсорство да прям сходу спонсорство вы видите и слышите алексея халецкого это значит вы на канале лёша играет и 5 цива в пятницу поиграем тут все выбирали цивилизации я решил взять вавилон потому что тут у нас есть египет ранний персия ранее я считаю что вавилон против их уникальных юнитов хотя бы постоять может нормально так тут конечно вопрос ухо идти ли к горе и уходить с моря или нет так ссылка на дискорд конечно можно попасть дискорд ссылка в описании или тут появляется периодически я подожди попробую вот так вызвать дискорд покажет ссылку о показала еще и каташ их атаки спонс выдал спон блин надо реально подумать подумать куда город поставить может вообще у себя на холм там он корова недалеко ну короче я пока сейчас сюда пойду сейчас я еще похожу дуболомом ну потому что играя за вавилон не ставить у горы было бы странно не знаю короче хочу тут поставить лишние клетки воды правда имеются просто если я сюда еще дальше пойду у меня еды просто не будет на рост города так и за вавилон мы сразу в письменность идем потому что там бесплатный ученый будет блин или лошадей сначала открыть просто ученого тогда хочется на лошадей поставить о население ну сейчас население я люблю население появляться когда у вас два жителя уже блин я бы что лошади вот мы вот ушли от лошадей вот здесь блин ладно давайте пока без лошадей что да ну попытаемся петру конечно ну тут приятное ну в принципе хотелось бы да но это место точно лучше чем здесь я стоял но с другой стороны каши морскими караванами могли нормально так под отъедаться вот здесь конец карты так немножко странновато конечно тут кучей кого-то мы будем тут на полуострове мне так кажется так ггшку первыми встретили лхаса я бы купил коровок возможно мы на коровки поставим академию о блин а я вообще не знаю что тут есть тоже оказывается руинки вот это и вообще блин просмотрел их на благовоние ну на благовоние не очень мне кажется было а еще среди еще как искать кони коровы вблизи так а пансион мы на что берем но на пустыню очевидно так я думаю что здесь будет конец карты поэтому народу баломом пойду сюда исследовать вот тут где-то явно город ставится видимо морских же у нас нету до циф так выше я же не показал как что-то выбрали польша австрия египет а полинезия есть да и перс я даже не посмотрел на море кто не на море честно говоря так тут ощущение где лагерь стоит шел сюда куда-то надо будет город ставить что там вообще по демографии но но это за счет того что я первый получил видимо никто больше жителя не после первого кого три жителя мне так кажется вавилон единственная цива в которой если вы рашите петру то надо в письменность сначала зайти потому что бесплатная академия позволит вам но можно еще и заодно библиотеку рашнуть между прочим слушать а можно великую библиотеку реально построить чё как думаете тоже единственное целое через которую можно пробовать петру рашить с великой библиотекой чтобы все равно в письменность заходите не ну тут же три жителя это не три жителя на самом деле 21000 старт по моему хорошие соседи рядом нету так смотрим этого первого нет гену и уже кто-то встретил так наверно все таки нигде поселение а где-то вот сюда что ли хочется ставить сюда как-то хочется поставить ну то есть один из городов где-то вот здесь надо как и побольше картинок чтобы он захватил и один куда-то сюда мы ведем так я бы этим дуболомом наверно вернулся уже внутри мы на полуострове таком отдельно от всех то есть тут кто-то есть конечно игра предлагает тут стоит меня пожалуй на коров поставлю дуболомом эту академию надо бы защищать а то сейчас припрутся мне ломать все так а шо ж мы тут обрабатывать можем я ж пока ничего не могу даже обработать не знаю на трех жителях строить библу ну давайте пробовать вообще конечно 1 ферму начну ну это лаги пошли тут лагает что-то что здесь я пока все равно как бы особо производственных клеток нету чуть попозже выкуплю серебро наверно вот серебро будем обрабатывать даже наверно этого скаута тоже тут оставлю чтобы защищать территорию ну тут по традиции очевидно так лошади ну хотя бы в третьем радиусе хорошо так что нам надо еще плантации мы пока в один город я скорее серебро обработают для счастья так что давайте майнинг потом пойдем прямой наводкой в петру тогда не посмотрел кто там чё принял тут надо идти академию защищать не увидел какой тут буджи написано да да а на дворец блин тут такие хорошие места проход ко мне считайте в 4 клетки мимо генуи вот прибежал скаут персидский значит там где-то перси у нас она пока внутри города постою город растет пойдем и мы персию найдем о правду сказал спасибо что здесь такое значит покажи еще раз карту он же вас мини карта так это надо поменять местами это больно бьют мне конечно серебро обработать сначала но видите варвары с этой стороны лезут одиннадцать ходов библа ну перса тут тоже дофига у меня вообще только одна гора так что я правильно поставил столицу около нее блин что за фигня что за налеты варваров так ну тут не убивают они мне бы конечно хоть какую армию сделать ну пока библа важнее так что у нас с перса с демографией у перса 14 производства фига у него может второй город хотя бы поставил нет фига у него производства прилично так вот опять наверно надо поменять не хочу так тут на открытую местность прокачаю и не хочу не хотим не хочу лечить как бы как бы как бы так тут аристократию конечно же тут тут пока никто еще не вышел попробуем еще и висячие сады угнать фига фига он тут встал интересно а там уже австрия так я так понимаю что у персии скорее с австрией должны быть какие-то терки мутки ну хочется надеяться в шастре вон там уже поселенца ведет куда-то сюда ставить город ну катя тоже шикарные места когда rimworld когда вы на rimworld задонатите блин сейчас пришли у меня тут пылесосить по поводу донатиков видите вот разное собираем на циву 6 почаще на циву 5 почаще и на какой-нибудь стрим если 150 прям соберем то в воскресенье обещаю по стриму если не соберем то на что больше будет собрано вот пожалуйста на rimworld на стрим другой игры пишется на rimworld если больше всего на rimworld поприсылают будет вам rimworld показать кота это не 10000 стоит показать кота а просто чтобы часто не не ставить этот сбор просто любой донат на кота я его показываю абсолютно любой ну и на гайды или не игровой стрим я думаю тоже понятно если хотите там что-нибудь общение со зрителями нет спонсорка это спонсорка это другое для спонсоров вот кстати все стримы сохраняются только для спонсоров а потом я выкладываю только игры за которые люди проголосуют что типа это надо выложить а именно стримы вот там с чатом совсем они только для спонсоров появляются так пять ходов до библы четыре хода ну надеюсь никто не угонит ну я б наверно сразу и висячки попробовал тогда блин на четырех жителях конечно грустновато из украины из украины вот на стрим лапс можно донатить стрим лапс все поддерживает из любых стран пойду тут обрабатывать нам бы хотя бы до шести вырасти просто как-то слишком много производства ну хотя мы четвертые чихнул нос и зачесался не волнуйтесь это не только на кошачью мяту идет но и на всякие вкусняшки коту могу даже ему трит дать если задонатите чтобы порадовать котика хотя поверьте он и так тут как сыр в масле катается так а где перси это что-то непонятно так слушайте ну мы наверное тогда возьмем с библиотеки уже деньги давайте календарь откроем и железо пока так 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 если следующим ходом библу никто не построит то она наша может сюда пока встать на всякий случай потому что тут может о видите вон прется мудилка варварская все библа наша отлично стоим в защите стоим в защите так а никто в классическую эпоху не вышел даже еще ну во всяком случае из тех кого я встретил по-моему не было сообщений да что кто-то в классическую эпоху вышел что я думаю мы можем даже и висячки спокойно строить так вот тут я думаю можно поатаковать его висячки 15 ходов блин а чё так долго может лучше амбар и петру ну или вообще сначала петру ну то есть выбирая между висячими садами и петры мне естественно надо петру строить ладно а вон где перс как он так все дошел ко мне именно первым ну зато есть все очень далеко от меня наверно так встану так 13 ходов петра мне не нравится что у нас город маленький но другой с другой стороны это компенсируется у нас в общем то академии на за лучу академии то есть мы не будем тут по науке проседать но по всему остальному прямо скажем не очень надо скаута вавиллом потому что сильнее тогда бить а подождите ли я не открыл еще я же не открыл еще олигархию блин тогда бессмысленно я заходил скаутом внутрь ладно стою все равно здесь пора уже обрабатывать благовония о железо в тему у нас тут хорошо еще быстрее петра пошла так колосс нам не нужен давайте слушать мачу-пикчу пошли сразу в мачу-пикчу что тут не подождите все равно у нас никто не угонит давайте вот эти дешевые техи по открываем дополнительные там караваны вот это вот все лечимся внутри стоим так вот теперь олигархию плантации вообще не верю что кто-то может за петру со мной конкурировать потому что я когда открыл петру и начал ее строить еще даже в математике никто не был вот уже кто-то сейчас есть математики но это вися числе там у них нету академии то есть никто в принципе не может открыть даже петру в ближайшее в ближайшее время что я и устрою скажем так так что я уверен блин на сто процентов что петра моя стимлам пожертвовать не акте может там как-то зарегистрироваться надо не знаю а это второй город даже наверное первый все-таки где-то здесь храм артемиды построили причем это кстати возможно перс да ну я по очкам смотрю что видите блин не хочет ли он меня рашить на а хотя но он же далеко а вот где его столица прикиньте он отсюда вот каким-то образом прямо пошел скаутом прямо ко мне кстати надо сохранить на пророка у кого-то соляной старт похоже надо постою пока в вавилоне и конечно после петры бы поселенца сделать ну перс зашибись развивается что я могу сказать только в науку не вышел но у нас разный путь развития тут еще одна ггшка так а он во сколько городов пока играет пока в 2 а австриец тоже в 2 а развития австрии через волю австрии через волю а пока не хочу тут лес вырубать пойдем попробуем лошадей надо как то вот так встать я не хочу чтобы он обстрелил я буду доволен если он станет сюда сейчас лучником я этого лучника убью правда немножко отложится петра 6 ходов 5 но минус 2 накопит 10 как раз не ладно атак оставим может спереть этого рабочего так открыли 3 ггшки ускорили политический да ёперный ускорили политическую философию пойду тут скаутом защищать хотя он скорее всего сейчас туда встанет этот нет не встал тогда давайте так и так пускай он там бомбит а еще и тут железо ну кстати очень неплохо получилось я столицу поставил тут правда другой город собираюсь ставить вот сюда с тремя железами так давайте наверное кавер возьмем что-то уже какие-то лучники ходят ходят бродят что австриец что перс все в математику вышли так слушайте давайте философию еще раз мы сидим тут в один город все играем а блин спрятался тир а тут варвары у него мне бы наверное дальше наверно тогда скаутом лучше идти кого-то еще встречать австрия культура и вера от золота и серебра тоже хорошая медь не ну мне мне не надо пока так тут сюда встанем я думаю ну сорок первый ход петра это быстро обычно 50 50 плюс типа а сорок первый ход петра это очень быстро точно про пятую кампуса только негде ставить видите мало гор и рифов нету вообще не знаю где кампуса ставить но правительственную площадь наверно где-то тут или тут поставим ну тут можно не брать я хочу вот сюда город ставить не не там где лагерь стоит а вот сюда поэтому можно лагерь даже не брать просто сюда город поставить и все нам такая территория что нам даже можно сюда не спешить в сторону соперников полинезий полинезий скоте через океан приплыл между прочим rushing ну почему нет кстати я думаю австрий тепловый острые как то как то не очень столицы ну кстати он понятно уже думал бы ее строить но ведь тоже 4 но он через волю играет правда а полинезиецы что полинезиецы традиция О, кстати, Генуя хотела Австрию, чтобы я нашел Да блин, вот это я неудачно Он сейчас прыгнет на Академию, скорее всего Черт Неудачно ушел дуболомом Килл Рил Ура, самолеты до нашей эры Наконец-то ЦВ-5 Тебе спасибо, Килл Рил А ты? Ну ты тысячу на шестую, видимо, прислал, судя по всему Наконец-то 5 Спасибо большое Наконец-то ЦВ-5, но денежка на шестую хай идет Понял, принял Да, лагерь для ГГшки нужно брать Это с одной стороны С другой стороны, я улхасы хочу рабочего спереть Ну то есть, я к тому, что... Человек пишет, что если мы город здесь поставим, то лагерь уничтожится и он не будет считаться взятым Так, тут надо обязательно сюда встать, потому что он может прыгнуть на холм и мы за один ход Петру не достроим ЛСОР 5 долларов на шестую целу Леша, скажи, пожалуйста, как с тобой сыграть шестой, когда фифашки пишешь? Буду благодарен, если объяснишь, а то DS есть, но ни разу не было клича какого-нибудь, когда собираешь хорошего стрима Спасибо за ролики, живее, Беларусь Живее! Я практически перестал собирать специально игры, потому что мне надоело, что там приходят люди, которые против меня играют конкретно Мне нравится с рандомами играть В том плане, что... Ну, если они играют против меня, то это потому, что они так решили А не потому, что они, типа, надо убить стримера и прочее, прочее Вот и все Если я их собираю, то только среди... в канале спонсоров Вот Есть Петра Так Вот теперь, конечно, вопрос Может, все-таки сначала какой-нибудь юнит построим Прежде чем делать Поселенца Так, тут надо вот так защищать Чтобы он не встал, не разграбил Ну, персы, конечно, шикарное производство А там кто-то... Ну, это явно кто-то морские... Ну, у меня, конечно, все плохо из-за того, что я сидел, рашил Петру Кстати, теперь, наверное, можно... Нет, надо этого построить Побыстрее Так, по идее, должны убить Отлично Так, и пойду, наверное, рабочим Наконец-то серебро обработаем Когда будем вести второго посела, надо будет нацколледж построить Для этого я открывал Так, пошли в гильдии и в Мачу-Пикчу Я говорил, вообще, прошлый был на циф-5, но я попутал кнопочки Понял, сейчас перекинем Аляушка, аляушка Вообще, прошлый был на циф-5, но я попутал кнопочки Что-то ты попутал, походу, да? Так, добавим Еще сюда Вот удобно стало считать с нынешним курсом 1 к 100 Будем считать 1000 рублей, это 10 баксов Удобно, я считаю Спасибо Спасибо правительству России, что Все для удобства стримеров делает Конечно же, ему на Академию, блин, надо Но мы должны убить Что-то эта фигня Нормально так Донбассит, скажем так И пойдем с лагерем разбираться Но я, наверное, все-таки убью лагерь Чтобы Элхаса некоторое время была О, мне теперь медь нужна Вот я бы теперь поторговал Кто-то мне медь персия предлагал А вот теперь можно с ним поторговать Так, и теперь посело О, тут Польша с персией Рядом оказывается Ну мы сидим домики строим, блин Я не знаю, у нас такое место, что сидим Культурки маловато у нас, кстати Так, что-то перс не отвечает Ну, посольство, я думаю, можно принять Блин, я думал Австрия с персией Оказывается, Польша с персией Так, наверное, давайте вылечимся сначала И потом пойдем заниматься Хотя у нас 4 хода Нет, надо, наверное, идти сразу У нас 4 хода всего Допустил Ну, пока он тут 5, 6, 7 7 ходов нам у нас Разобраться с лагерем Даже еще быстрее Генуя союзит Ну да А что он еще хочет Так, Алхаса хочет Мавзолей Не, ну Алхаса я хочу Своровать рабочего Генуя хочет этот лагерь Ну, как вы понимаете Мы не можем с ним разобраться Так, если я сюда встану То вот этот варвар Меня проатакует А не поляка Так, тут, наверное, постою пока Ну, теперь надо кочегарить экономику Значит, город сюда ставится Так Что вот это за говно? Что Что у человека В голове? Просто Просто объясните Последний по армии Ну, то есть Все понятно, да? То есть мы сейчас колясками Просто на него нападаем Человек ливает Хотя нам Хотя я не скажу, что мне это место надо Я куда-то сюда хотел ставить Ну, хотя вот здесь Город тоже какой-то Должен быть Ну, короче Это все равно херня какая-то Так, кто висячки построил? Полинес Вот за это мне не нравится пятерка Понимаете? Вот в шестерке Ты не можешь вот так города ставить У тебя Механика лояльности Просто тебя Размажет нахрен Если ты вот подобным будешь заниматься Ну, я не знаю Ты думаешь, что этот город стоит оставить? Хотя Хотя Ладно, подумай Все равно я пока буду в два города играть Я, наверное, на арбалетах пойду скорее А не на колясках Это надо на арбалетах скорее захватывать Так Что у нас тут вообще по городам? Всем пообещали Это просто так дико раздражает Там, знаете Человек Например, вот если бы австриец Повел бы город куда-нибудь И город вот тут бы поставил Ты, блин Ты думаешь И потом Нападаешь на него И человек обижается И все И упорка до конца игры Думаешь Ну, а нахера ты тут город ставил? Там И Знаете, еще какой-нибудь не четвертый Я понимаю Например, я вот сейчас лежу в Петру Да Ну, типа, мои проблемы Я сидел, города не ставил Но когда Человек второй город, например Вот там отсюда ведет Вот так вот сюда ставит Просто Ты думаешь Как ты его защищать будешь? Я вот сейчас построю армию Приду, ты даже Не успеешь Даже если ты сейчас Прямо начнешь армию строить Даже не успеешь Ее подвезти к этому городу Зачем ты это сделал? Нет ответа Так Нам буквально Одну еду надо Ну, тогда А так Шесть ходов Нет, давайте так За пять построим У нас же есть тут Да Нам нацколледж Надо быстро сделать Так, ну там Приведительно понятно Все Пойдем сюда Я напоминаю Я напоминаю Что мы Великую библиотеку Строили не ради Лишней техи Чтобы в Петру выйти Мы бы в Петру Первый вышли Без великой библиотеки А для того Чтобы Ученые появлялись Быстрее у Вавилона Бонус Что Появляются Ученые На 25% Быстрее Чем у других цивилизаций Так, следующим ходом Заберем Ну и соответственно Библиотека Это первое чудо Или первое что-либо Что вы построите Которое Именно дает Очки Великих ученых То есть мы Наш бонус Он начинает Сразу работать Потому что Следующая Следующая вещь Которая дает Великих ученых Только универы Когда вы Специалистов В универы Посадите Он решил Так верхний лагерь Варваров забрать Да не Это он решил Город сюда поставить Ради Если он город поставил Ради варваров Ради лагеря варваров Это вообще Конечно Огонь Так С городом Не спешим Надо нацколич Сначала построить Там вообще Караваны Наверное Надо будет сделать Блин Давайте Разглядим И не буду спешить Я пока Все равно Мачу Крючу Не буду строить Давайте Что-нибудь Тут Пооткрываем Просто Я открываю Техи Они для других Становятся дешевле Понимаете Так зачем Мне Кстати мы Походу Сейчас этого Рабочего С пионерем Потому что Ханой Сейчас должен Нанести урон И мы Можем Забрать Ну кстати Странная Карта Из Из Полинезии Ой Блин Ладно Пускай будет Блин Куда он ушел Фак Он сюда Вот же Не везу Но все равно Должны Вроде Забрать Я вот только Думаю Отдавать Ханой Или этого Рабочего Или оставить Так Стоим Оракул Оракул Очки Великих Ученых Точно Оракул Очки Великих Ученых Ну Значит Зато Зато У нас Есть Петра Которая Производство Дает Е Так Ну наверное Все таки Заберу Должны Довести Я надеюсь Лишний рабочий Бесплатный Никогда не бывает На самом деле Лишним Блин Ну мне Сейчас Столько Всего Строить Надо Кроме Оракула Что я Пожалуй О Еще и Религия Пришла Первая Не Ну тут Конечно Все В нашу Пользу Так Я не помню По моему Иудеями Были Вавилоняне Так Тут Переключаемся На рост Тут Ставим Город Тут Запускаем Караван А тут Нету Амбара Значит Мы Амбар Тут Строим Сначала Так Пошли Ферму Сделаем Ну что Он Выти Мне Не Даст Ладно Стоим Пока Здесь Слушай Мне Вот Так Надо Выходить Гелик Построил Поляк Тут Пока Все Верно Теперь Мне Надо Срочно Расти То есть Даже Не Третий Город Ставить А Именно Расти Да Я Катя Думаю Что Действительно Вот Этот Город Оставить Надо Себе У Элона Всю Жизнь Была Шумерско Акадская Мифология Тиамат Пазузу Мордук Звучит Как Эти Еврейские Фамилии Честно Говоря Соломон Израевич Мордук Так Что Там По Демографии Я Тут Должен Вот Поэтому Реально Отставать Только По Науке Хоть Как То Армия Третья Нормально Ну То 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 Нападать На меня Никто Не Планирует Так Кстати Вавилоне Конюшня Конюшня Нормально Зайдет Кто-то Обработку Ну давайте Пойдем За людьми Пока Нет Рабочих Я понимаю Что еще Надо Я Не спорю Тот Мы Тот Просто Он Есть Я Не Буду Ждать Но Очевидно Сейчас Амбары Нужны И очевидно Мне После Амбара Нужен Еще Один Караван Чтобы Из Аккада Отправить Вавилон И после Этого Уже Работ Ну Лхаси Еще Можно Сбегать Украсть Но Пока Пока Мы В Дружочках То есть Сколько Тут Ходов Будет Блин Я тут Смотреть Как Быстро А Минус 1.25 А у Нас 17 То есть 10 Сколько Там Еще Ходов 15 Получается Если бы Какой Квест Был Чтобы До Союза Так Квеста Нету Скорее На Гену А тут Видите Перс Не Выполняет Почему То Задание Так Выросли До Пяти Причем Ходом Караван Отправим Акад Тоже Потихоньку Растет Выкуплю Оленя Этого Тоже Будет Будет Или Пойти Ухас Испереть Или Все-таки Угену Испереть Не Не Хочу Все-таки Ну Когда Ты Через Религию Играешь Когда У тебя Религия Есть Желательно Укрепить Побыстрее Соответственно Лхаса Плюс Четыре Веры Это Нормально Не Или Плюс Две Сколько Она Дает Плюс Две Как бы то ни Было Все равно Хорошо Так Сколько Тут Будет Строиться Караван Восемь Ходов Да Надо Тут Быстрее На самом Деле Построиться Потому Что Город Вырастет Тут Кстати Тоже Вот тут На море Можно поставить Как-то Или сюда Лучше К горе И типа Между этими Торговать Потом То есть Мы сейчас Играем В два Города До Арбалетов Арбалетами Забираем Тонгу И ставим Четвертый Город Где-то Здесь Нет Нам на еду Надо Обратить Счастья У нас Достаточно А вот Столица Растет Медленно Так Еще Что-нибудь Открыли 102 Драму И поэзию Кто-то Открыл Ну и В оптику Можно Заглянуть Держу Гильдии Для того Чтобы Самому Построить Мачу-Пикчу Не хочу Ну то есть В нее Явно Никто Не выйдет Быстро Или Попробовать Чеченицу Лучше Угнать Обычно Все В чеченицу Идут Так я не хочу Понимаешь Я могу Сейчас Я уверен Что я могу Сейчас Тонку Забрать Я 100% Но мне Надо Экономику Свою Сначала Развить Вот сейчас Мне надо Я Смотри Я по демографии Офигенно Отстаю Потому что Я рашил Петру Вот посмотри Просто Смотри 60 еды У перса 39 производ Мне вот это Надо догнать Ну Типа Не догнать Не в том плане Что первым стать А просто Хотя бы Развить Свою Экономику Тонго Никуда Не денется Это Обрещенный Город Изначально Просто Ага Вон где Рабочий Что он будет Эту ферму Строить Ну Надо Забирать Этого Рабочего Генуи Не знаю Тут Походу Перс Сидит Ждет Этого Рабочего Зачем То Или Что он Тут Делает Перс Говорит Что его Стратегия Его Подвела Не знаю По демографии Выглядит Что Норм Если Доисследовать Гильдии Лхаса Будет В смысле Причем Тут Как Гильдии И Лхаса Только Если Засоюзить Она будет Больше Давать Вон Видите Она хочет Кстати Обрезание Сделать Короче Как Они Могут Пять Элитных Дивиз Стоять Если Он Последний По Армии А Подожди А кто Его Бьет Там Варвары Что Там Наверное Варвары Ну Вот Четыре Хода Не Буду Тут На Еду Как У Купить Олени Но Не Буду Делать Что Бомбард За Четыре Хода Как Раз По Строился Но Это Перс Пишет Что У Него Проблемы Так Выглядит Что У Нет Проблем Продолжение следует Точно Надо Больше Рабочих Но Он Не Может В Мою Сторону Дальше Возможно Это Все Места Которые У него Есть Дальше Он Не Может Расти В Мы Сто Он Может Геную Захватить Если Только Но Это Без Вы Он Играет Через Традицию Немножко Тупо Будет Если Он Гену Еще На Меня Будет Нападать Хочет На Напасть Так У Меня Грубо говоря Для Персии На Меня Нападать Уже Когда У него В соседях Поляк Ну Не Знаю Сейчас Повторю Люди Которые Играют В Стратегии Иногда Отличаются Некоторой Отмороженностью Золотой Век Пошел Так Ну В средневековье Никто Еще Не Уходил Давайте Попробуем Сначала Чеченицу Построить Пока Так А Скоро У меня Ученые Полинезия Еще Рядом С Польшей Город Поставил Где Там Оракел Ну Мы Без Оракел Я Не Собираюсь Рашить Оракел Поставил Под столицу Поляка Город Ну Хотя У поляков Соляной Старт Между Прочем Блин Блин Почему Гена Защищает Своего Рабочего Что за Хрень Так Теперь можно Купить Этих оленей Три еды И Радостно Откат Выращивать В Вавилоне Я бы Наверное Третий Караван Нам Пока Не Нужен Я бы Наверное Конюшню Сделал Потому Что У нас Это Даст Производство Тут Тут И Тут Еще Три Яблок Три Три Молотка Сверху Как раз В гражданскую Службу Наверное Выйдем К этому Моменту Блин Вольный Человек Где хочет Там Живет На своих Каноэ Приплывают В разные Места Наконец-то Так Гену Рабочего Не хотела Отдавать Наверное Этот лес Надо Вырубить На Чеченицу Суп Уже Городов У Полинезии Неизвестная Цивилизация Думаю Она Пагоды Взяла Ставлю На Пагоды Нет Святилище Дают Одно Счастье А кто Там У нас Еще Не Встретился Нам Египет Так Египту Надо Было Наверное Не На Святилище Брать А На Храмы Игорь Муха Ткаченко Еще Дает В подарок Спонсорство Марику Байко Надеюсь Он скажет Спасибо Так Вавилон Хочет Силь Исиль Нашлась У Поляков Ну вот Сейчас А Кстати Да Не Почему А ты Уверен Что Египет Ни Одного Не Построил Чудо Прям Ты Видел Да Что По По Моему Подожди Сады Колос Полинес Храм Артемиды Пирамиды Оракул Мавзолей Геликарнастский Ну да Вроде Да Ни Одного Буду Вырубать Тут лес На Чеченицу По Моему Никто Средневековье Кроме Меня Не Вышел Правильно Ну мы Там Египет Не Видим С Другой Стороны Не Я думаю Сейчас Чеченицу Надо Потому что Третий Город Это Вот Сюда Аж Вести Надо Будет Постоим Уже Здесь Так Один Ход До Чеченицы Что нам Тут Еще Давайте Караван Один Ход Построю Блин У Перса Второй Город Уже Девять Жителей Думаю И столица У него Там Огромная А я Только На пятое Место Вышел По Жителям Ну мне Тут Надо Нормально Так Догонять Чего Так Уверены Что У Египта Как будто Есть Пустыня Блин Блин Там 35 Тысяч Армии У Защищу На всякий Случай Ну я Ну я Не вижу Чтобы он Планировал Гену На Гену Нападать Я бы Я бы Я бы Поляку Скорее Напрягался Чем Чем Сам Так Ну давайте Пока Инженерное Дело Откроем Да Второго Ученого Тоже Буду Сажать Рано Рано Еще Как Его Откладывать Ученых Они Больше В академии Дадут Наверное Вот сюда Вот на эту Пустынную Клетку Посажу Довольно Вот У меня Проблемный Старт В том Плане Обычно Знаете Петру Рашат Когда у тебя Где-то 5-6 Жителей Хотя бы В городе А у меня Мало еды Было Я только 4 жителя Смог Сделать И Это Слабенько То есть Мы конечно Построили Все что Мы хотели Но Развитие Развитие Ушло И мы Вот за счет Этого Прилично Отстаем Хотя Тут У Первого Австрии Но он Через волю Играет У нас Смотрите Почти В полтора Раза Меньше Еды В полтора Раза Меньше Производства Мы будем Долго И мучительно Догонять Я не могу А что Перс Вышел Тоже Средневековье Точно Ну блин Я должен Мне кажется Первым Построить Все-таки Подожди Не факт Что он А нет Факт Сейчас Сейчас Надо На Подожди Блин Ханой А это Поляк Ханой А Я просто Рабочего Спер Так Если я Сейчас Переключусь То производство 1.5 2.4 Ладно Наверное Все-таки Надо Иначе Ну Инженера У него Не может быть Правильно Он Заинженерить Никак Не может Чеченицу Только А хотя С Артемиды Почему С Артемиды Не Если у меня Нет ученого Еще То инженера У него Не может быть Потому что По-моему Ну где-то В одно время Мы построили Где-то Так Да По картинкам Около столицы Видно Что строится Но я столицу Его не вижу Это же не столица Это Второй город Вино И Религию Польша Основала Но он-то Уже точно Взял Пагоды Да Рабочих Всех Надо В Аккад Уже Вести И дорогу Еще Заодно А дорога Тут не сильно Важна А вот Клетки Аккада Обработать Надо Кузню Я еще Не открыл Да Стоп Давайте Мы тут Как раз Это Не хочу Пока Гильдии Открывать Чтобы Это Кто-то Видел Ну Все Ушла Алхаз И ушла Что Поделать Кстати Вино У кого-нибудь Есть Ни у кого Так Если Следующим Ходом Чеченики Никто Не строит То Она Наша Да А может Мы тут Сетли Разделаем КД6 Вырастим Как раз На него Лес Вот этот Вырубим В Аккаде Сейчас Сетли Разделаю Вавилон У нас Пока Чудеса Строит Я бы В нем Еще Мачу Пикчу Построил Честно Говоря Мы вот Сюда Куда-то Город Поведем Не могу Пока Решить Куда Хочется Здесь Ставить С другой Ставить Около Горы Тоже Да Все Чеченица Наша Всех Поздравляю Продолжение следует Да 6 жителей Тут есть На чем Расти Нормальные Такие Клеточки Ну это Австрийская Колесница Он Как Разведчик Скорее Бегает Ну вот Видите Пирамиды Видны Точно Так же Можно Смотреть Это Наверное Артемида Недостроенная Или Нет Это Наверное Порфенон Он строит Закрыли Традицию Ученый Ну да Вот сюда Хочу Так У меня Караван Просто Пока Некуда Отправлять В Акаде Давайте Осило Перц Ливнул Что-то Не Сложилось Не знаю Хотя Нормально Развивался Вроде Чувачок Вавилон И Персия Нет Персия Это Иран Вавилон Это Ирак Вот Современные Ну Понятно Что-то Ну Точнее Иран Это Конкретно Продолжатели А Ирак Это Сейчас Арабы Не знаю Потомки Вавилона Вообще Существуют Продолжение следует хочу мастерскую сначала построить потом мачу-пикчу это 3 я все-таки построил третий караван пока ладно да скорее вот в шестой циве шумеры и вавилон может быть одним и тем же но это гельгамеш вообще легендарный персонаж не факт что он существовал а но вина ни у кого не видно наверно возможно у египта будет но и всех кого я встретил ни у кого вина нету я так понимаю что я предупредил поляка что там перст на него нападать собирается и поляк какую-то армию сделать 5 6 5 6 очень тяжело развитие идет из-за из-за раша в петру конечно а петра бессмысленно если у тебя если у тебя жителей мало согласитесь так вот теперь имеет смысл еще мачу-пикчу построить персия захватывала вавилон но это как бы еще напомню напомню было нового вавилонское царство да там на том месте где сейчас у вавилон теря арабы а персы еще остались это современные иранцы то есть иран вот считайте современный иран и китай это пожалуй самые древние народы которые цивилизации скажем так которые вот существовали постоянно я даже не знаю кого еще по моему больше никого нету то есть вот иран и китай это самые древние цивилизации наверно можно еще индусов но они как бы ну то есть это не как одна вот это и индия да там вот эти ну разные княжества не знаю можно их считать как вот один народ типа египет не так там уж арабы вы что думаете те египтяне которые там есть это те которые пирамиды построили это шара бы опять же ну что наверно пора в арбалеты выходить строю вопрос после мачу пикчу просто настроить арбалетов и идти полинезийцам заниматься копты ну миколас копты это просто египтяне христиане ну греки греки все-таки помладше и китая и иран и ирана то есть когда греки за когда александр македонский захватывал иран это греки были варварами в тот момент а персы носителями культуры то есть греческая культура очень многое почерпнула из персидской кто не в курсе так а где шумеры и окат я имею ввиду те которые сейчас существуют про те цивилизации которые вот прошли от древнего мира вот знаешь до наших дней я про это говорю они те кто самые древние самые древние на все-таки реально шумеры о которых мы помним я говорю про тех которые вот сейчас есть который с древности вот про протянулись до наших времен а и и и и и и карташов роман зусей роман зусей повагай она воша ты тут пишешь на русском коли ты бог дела ходи туда где никто не пишет ни на украинском ни на белорусском не говорить навод уважаемые зрители вы в моем чатике можете писать на любом языке только не будьте таким боудилом я как роман почему-то написал я даже не вижу где последний раз на украинском тут кто-то что-то писал между прочим про просто просто пришел пернуть до в чатик вы реально а где кто когда вообще на украинском писал давайте человеке пишите на своем этом своим родном на украинском на белорусском а тут чувак пришел просто просто написал чего пишите на украинском когда я вообще не вижу украинского в чате честно говоря просто трындец это ущемиться с нифига называется не потерплю подволка на себя так тебя люблю туруруру друг живи в сакраменто передай привитом привет андрею с сакраменто спасибо за 6 долларов только на что эти 6 долларов куда мне их добавить спасибо большое марик бойко не мика от настолько я все-таки несу хотя могут уже google translate господи изи перевести мика знаете что мика написал блин ща я вам скажу я я я написал на японском он написал молодец ну вот мне даже ком предлагает либо здесь давить либо здесь вот вот и решай так но я могу в любом случае сюда пока идти давайте думать где нам лучше поставить на этой клетке или на этой тут уже как-то перс слишком близко и и генуя какие-то клетки забрала с другой стороны тут будет 2 овцы 2 банана 2 рыбы ну собственно а здесь я поставлю 3 банана 2 рыбы и мне кажется таки сюда надо ставить ну вверх и город быстрее встанет и просто к как-то как-то круче короче сюда буду ставить я наверное объявлю войну захвачу этого рабочего уже на озере нет я тут поставлю для я штангу собираюсь захватывать и будем будут морские караваны бегать между ними да общайтесь на каком угодно давайте все на своем я татарский знаю что выйдет вавилонская башня и что я вообще не понимаю как русские не понимают украинские объясните славяне братцы вот я знаю белорусский я спокойно понимаю украинские спокойно понимаю польский еще тут смотрел недавно недавно просто смотрел биатлон на словацком тоже все мне понятно было сложности начинаются с более южными славянской вот эти вот югославские всякие сербские хорватские где где им этих болгарские где у них согласные все не гласные гласные не насыпали вот это мантерчанг прдем здем трдем вот это вот вообще непонятно чё 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 люди гласными не пользуются а тут соседний народ куча слов заимствованных и это играет ничего не понятно на украинском говорите на нормальном языке сирене к пук я сейчас буду армию стоит на пошли на руне веры интересно он ливнет сразу как я захочу или попробует отбить попробует отбить что мы вас по армиям а я уже после но я сейчас строю арбалеты я уверен что он в арбалеты не вышел и даже не рядом да блин какого хера не походил конченые просто не походил этот рабочий так 70 по моему стоит да об арбалеты ух ты польша раньше меня укрепила религию меня уже двести давным-давно не взял не взял не взял мечеть а кто друга шули взял мечети нет никто не взял мечети странно не взял мечoute не взял мечту а Кстати, караван забыл отправить в дурку Ригалзу. Я даже на производство отправил, потому что еды там достаточно. У меня еще, видите, люкс один необработанный, тоже на будущее имеется. Ролплей Вавилонской башни в чате? Ну да, правильно. Не, так понятно, что нам все славянские языки… То есть, грубо говоря, нам просто надо знать слова. Мы будем разговаривать совершенно спокойно на любом славянском языке, просто выучив словарный запас. Все. Нам не надо знать ни структуру… То есть, мы это уже все знаем. То есть, все славянские языки для нас понятны. Мне этот мир абсолютно… Этот язык мне абсолютно понятен. И мы… Просто слова знать. Все. Так, ну что, мечети, наверное, возьмем? Я не сказал бы, что у нас в таком вере там прям… Может, на еду взять вот эти… Я, правда, у меня ни одного не святилища, ни одного храма. Мы так… Мы как-то мало… Слабо растем. Ну поглянем… Так, десять долларов Томатос прислал. Пятое целло пока вперед вырывается. Слушай, а я не пропустил случайно? Нет, не пропустил вроде донат. Блин, что брать? Я что-то задумался по поводу укрепления религии. Не, ну… Вот здесь я, наверное, возьму… Слушайте, если я беру реликварий, то, наверное, надо брать тогда мечети. В принципе. Все, мне, что-то linger что-то. Наверное, надо сбить... Ок. Томат. Здесь с ним разобождается к нему, Вот здесь есть контакты… Пойтое… Уленение. Ну вот… Продолжение следует... 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 привел гляса еще конченый ладно он конченый исходя из того что он тут город поставил просто вот сам город здесь это уже конченость высшей степени на египте неизвестный но я отступаю это вылечу все пять арбалетов приведу их и тогда будем атаковать он мне пару арбалетов убьет но город мы захватим в польшу посадим или к себе слушайте может к себе лучше будут же явно у нас воровать переключена посмотрим сколько урона сейчас нанесется ну то есть он должен арбалет до красного снижать тут правда он вылечится ну да это как бы моя территория а куда мне четвертый город где где по твоему надо четвертый город ставить это мой четвертый город просто вот и все и 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 Видимо, заинженерим Беззащитный бот перц С первой армией, которая в два раза больше, чем у второго места меня А, так, слушайте, мне, наверное, надо тогда поставить все-таки спеца сюда Чтобы быстрее три хода будет до инжа Нет, Голиас, чтобы он стрелял оттуда Он просто... У него как бы два юнита в городе, получается, стреляют Понимаешь? Ну вот как он меня переклеивает? Вы видите, какой идет лаг Да? И чувак просто убивает мне юниты Блин, но там все-таки кто-то заинженерил до меня Но это, видимо, Египет, кстати А вот кто спрашивал чудеса Египта Пожалуйста Так, а вот что мне дальше брать? Действительно Мне кажется, коммерцию Раз мы тут Я вот так поведу на холм дорогу Я вот так поведу на холм дорогу Так, а что тогда нам инженерить? И надо ли нам? У нас нету чудес Да, может, тогда в акустику Пойдем Ладно, тогда не будем Уберу отсюда Как-то так Ну или пизу, да Кстати Еще вариант Мне просто вот это не нравится Вы видите, какой пролаг происходит, да? Прежде чем ход начинается И чувак не убивает юниты Ну просто, ну... Странно, да? Конечно, он таким образом может сидеть, защищаться Ну просто, ну, да, 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 да Надо просто пятью арбалетами Надо просто пятью арбалетами спокойно заходить, сразу стрелять, чтобы я не беспокоился, что он мне какие-то юниты убьет Конечно, он мир хочет Но он идет в попец Мне... Ну, а как мне развиваться? Где мне еще города ставить, по его мнению? Или кого мне еще захватывать, да? Лхасу, типа Кстати, Лхасу можно и пятым городом захватить Он мне угрожает, что у меня дурка Куре-галзу заберет Кстати, давайте здесь лучше стены строить Все равно маяк, если он придет нападать То маяк не будет работать на этих морских клетках Ну, я сейчас пойду просто арбалет и вдруг Куре-галзу засуну, и как он меня заберет город? Вот, на Голиасах Просто даже интересно Так, ну тут держим Инженера на будущее Мы что решили? Либо Пизу, либо... Что-то эти караван есть Караван стоит построить в Аккаде То есть вот так пойдем Не знаю, как он мне планирует Но только фрегатами С четырех клеток А эта стена сильная Ну не знаю Хочет, пускай пробует Но Тонгу мне надо забирать Не, ну в нашем случае Пиза лучше, чем Секстинка Потому что это Объединяется с бонусом Вавилона на ученых Египет написал Просто GG got to go Нужно идти Сел чувак поиграть два часа в ЦИО Нормально Нормально Секстинка-то тоже, что ли, Египет построил? А вы говорите А нет, это перс Это уже перс К фрегата у меня арта нет Не может быть Фрегаты Вот, две техи всего Ну и то он в астрономию не вышел, кстати Я не знаю, что он мне угрожает Забрать мой город Я про Полинезию 21 силы и 6 стен Блин, может мне все-таки Тонгу забирать? Сейчас вылечатся эти арбалеты И идти Тонгу забирать За тут дорогу дальше строить Пойдем сейчас туда Ничего не сделает мне сейчас дурку Ригалзу Так он не воевал Египет не воевал Да, Тонга Ну просто Она стоит Рядом с моей столицей Она стоит на месте Моего четвертого города Почему, по его мнению, я не должен был на него нападать И не забирать Тонгу, я не знаю Но это Циф-5 стайл Ты делаешь херню какую-то, напоминаю И ливаешь потом, либо проигрываешь игру из-за этого Либо надеешься, что человек, которому ты сделал эту херню Никак на это не отреагирует Ну то есть, почему Почему мне вот здесь надо сидеть И не забирать Тонгу Вот какая есть вообще идея Мне сидеть в среде города развиваться? О, я кого-то, какого-то шпиона убил У себя в столице, зашибись Обожаю Когда подобное происходит Ну тут счастье в минуса У меня нету ни одного здания на эти На счастье Кроме того, здесь Я сейчас красителя обработаю Это плюс 4 счастья И здесь еще какао Уникальный ресурс Есть Ну там зависит от того, какие у него здания Там останутся И построены Возможно, даже лучше сжечь и свой поставить Действительно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Надо будет все-таки рыцаря сделать Этим слишком неповоротливо подходить А рыцарем тонко забирается Просто с одного хода Причем он его не видеть будет Ну все-таки пошел в нападение Ну пожалуйста Можно мне убрать хотя бы Моего Ну Моего 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 Польского шпиона убили Польского шпиона убили не знаю по какой диалоге буду брать пока не знаю сюда подойду а а а а а а а а да должны брать вроде все таки что дико раздражает что чувак перекликивает потому что там хост вот это вот все дичайше так а тут у нас сидят спицы и и и и Ну вот смотрите, у меня два юнида, которые могут вылечиться. Он их убьет следующим ходом. Просто потому, что он перекликивает. И что с этим делать? Как вот можно тут стратегически играть? Спасибо. Да не хочу я мириться. О, слушайте, успел. Вау. Первый раз просто. Так, ну тут становимся, он тут не видит. Да, и забираем. Ну он, он даже не открывает астроном. Я не знаю, что он угрожал, что он мне заберет дурку. Может даже ему дать. Пускай он убьет это. Но я попытаюсь увести все равно. Убил, ясно. Так. А, так он тут где-то вообще... Ну да, стираем нахер этот город. А, вот почему он поставил. Ну тут, видите, у него австриец отобрал еще часть. Но тут, блин, этот... Барьерный. Ну, это все равно не стоило того, чтобы сюда везти город ставить. Ясно. Пизу увел поляк. Нам, блин, даже инженерить уже нечего. Получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оправдалось. Так а что, мы дуэль играем? Он против меня играет? В чем оправдалось? Первый по науке. Вот главное. Еда и производство. Наука... В игре. Всегда догоняется, если ты круче развиваешься. В игре. 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 Австриец хочет барьерный риф себе То есть как пишется барьерный риф 2 А кайф меня выкинуло Девочка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все против него, блин. Просто нихрена человек не сделал. Не понимаю почему. Типа какие-то санкции вводят против меня. Все нечестно. В архитектуре, походу, перс. Так, я, наверное, продолжу дорогу как-то вот так строить, что ли. Так, я думаю. Слова бульбофюрера просматриваются. Ну, очевидно, что стонги на нас готовилось нападение. И в отличие от бульбофюрера, я вам покажу четыре точки откуда. Тут, тут, тут и тут. Вот с этих четырех точек готовилось нападение. Ну, смотрите, он тонгой... Просто пока я не взял тонгой, я еще этого не понимал. Но он тонгой со мной? Поссорился. А потом с Австрии, потому что барьерный риф. Как бы, ну, это очевидно, что барьерный риф австрийский. Так, тонгу будем в конце хода захватывать, чтобы он отбить не мог. Вот австрийец херню делает. Если сейчас полинезиец захватит город, это трындец будет опять. Меня опять выкинет юниты. А я что в итоге взял? А, взял реликварий и взял... Так, ну я хочу, наверное, все-таки купить миссионера. Надо религию разнести. Здесь тогда давайте святилище. Здесь сады. Так, ну вроде он сжигает тонгу. А, стоп! Какие сады? По села. Сады, блин. Угрожает австрийцу, что захватит все его прибрежные города. Я еще раз повторю, он до сих пор не вышел в астрономию. Поэтому чем он... Если он планирует голиасами захватывать, ну, удачи. Давайте теперь думать, где нам город поставить. Мне что-то... Ну, то есть он сюда ставил для того, чтобы до барьерного рифа дотянуться. Я не думаю, что мне надо сюда ставить. У меня выбора два. Либо сюда, либо сюда. Как вы считаете, куда лучше? Где генерал стоит? Не, мне кажется, надо на воде ставить. Раз уж я дурку Ригалзу на воде поставил, то это было бы неплохо. Австрийц пишет, что, если быть честным, договора между мной и Вавилоном не было. Я тут просто для того, чтобы хорошо провести время. Ну, кстати, если на джунгле, то вторая рыбка хотя бы будет, да. А здесь только одна. Мне кажется, тоже, наверное, все-таки на джунгли надо. Блин, украли все-таки. Прокаченный шпион на три, и кто-то смог украсть Теху. Нормально вообще? Да не то, чтобы хотел защитить немцев в Польше, а просто... Ну, в данном случае, это мы, скорее, немцы, вместе с австрийцем, пилим Полинезию, нет? Я бы сейчас сам хотел в каравеллы выйти, чтобы сплавать, найти полинезийца, и ему города пограбить. Караваны, я имею в виду. Караваны, я имею в виду. О, давайте астрономим. Кто-то уже открыл астрономию, поэтому хочу в астрономию, чтобы каравеллы сделать. Так, давайте, наверное, вдруг или голзу тогда сначала тререму, чтобы можно было апнуть в каравеллу. И поплывем. Так, раз-два, да. Поплывем. Так, а в Вавилоне... Давайте после сада National Epos. Так, вот этих ученых мы уже будем складировать. Что, говорит, демография? Да, ну тут поляк. Да, у меня все плохо. Смотрите, даже перс уже по науке обогнал. Производство слабое. Население четвертое. Ну, хуже... Хуже только австриец, только потому, что он через волю играет. Почему три-четыре клетки, вообще-то? Раз, два, три, четыре. А на Непур... Вообще шесть. Субтитры сделал DimaTorzok Плюс мы еще обсерваторию в Вавилоне построим, когда астрономию откроем. Тут очень большой буст по науке будет. Да, полянезиец по науке отстает. Серьезно. Не знаю, что он там угрожал, что он все города заберет. Не знаю, каким образом. Потому что я второй по... Поляк, помните, грозился забрать перса? Но он, видимо, глядя на его армию, которая вторая и в два раза больше, чем моя... Ой, то есть первая. Первая и в два раза больше, чем моя, такой, наверное, не буду забирать. У меня денег нет, пока эти холмы выкупать. Я понимаю, что их надо использовать. Я все понимаю. Занимался, видите... Тонгой. А что не в уголе, а потом в навигаторе... Так нам нужна... Нам нужна каравелла и нужна обсерватория. Потом в уголь пойдем. Тем более, что там каравеллы кто-то уже открыл. Какой шестой? А, ну еще нету. Еще не построили. Мы шестой караван только недавно открыли. Вот это банковское дело. То есть, собственно, прошлым ходом мы его только открыли. Нет, на императоре мы играем, кстати. Поэтому то, что комп так улетает, это удивительно. На императоре играем. Так, как бы мне так, чтобы не потерять ученых, если что. Так, ну, вдруг... Так, ну, вдруг... Так, ну, вдруг... Надо чисто производственные отправлять караваны. Потому что тут постоянно... Тут еды до хрена. А вот производства нету. Хочется вот эту клетку, конечно, выкупить. Нам нужны деньги. Да, вот он пишет, что если вы сжигаете город... Ну, захватили город кораблем и сжигаете его, и город сжигается, то ваш корабль переносится... Ну, он пишет в рандомный, но, на самом деле, в ближайший ваш город. В ваш ближайший город. То есть, в его случае он, видимо, там что-то сжигал. Не знаю, неужели он сжег город австрийцу уже. И перенеслось куда-то к нему туда. Это вот проблема, что он тут воюет с нами далеко от своих границ. Думаешь, полеонизейцы про то, что австрийцы сжигал Тонгу? Блин, ноль счастья. Так, мне бы вообще-то не расти, на самом деле. А кто с Ноттердамом увел в Египет? Да, Египет увел в Ноттердам и ливнул. Сейчас здесь пускай так будет. У нас инженер был на Ноттердам. Так, обиженка сейчас с австрияком. Так, обиженка еще даже не вышла в этом. Тут не флот надо строить, а стены. То есть, дуркори Галзу он точно уже не заберет. А вот Непур, да. Непур может. Я поэтому и дороги строю с вот этими рабочими побыстрее. Запретное меценатство взять на запретный город? Вот, думаешь, стоит голоса того? Это же два голоса всего. Нет, стены не дают науку. Вавилонские стены просто сильные сами по себе. Но науку они не дают. 6 защиты и плюс 100 хп. В то время как обычные стены 5 защиты и 50 хп. И еще и дешевле вавилонские стены в производстве. Да, настроение улучшает на 10%. Точнее, он убирает на 10% недовольства. То есть, в моем случае, 4 недовольства уберет, получается. Нет, никто не кидал донатик котика показать. Сегодня котик не заработал себе на еду. Он будет голодать. Никто донат на показать котика не кинул. Все. И так жирненький. Так, что предложить? Может, полинезийцу что забанить? Что там у него? Не, или этому поляку. Давайте соль забаним. Вы тут поляк выберете, что полинезийцу банить? Продолжение следует... Кидаешь спонсорку на котика? Ну ладно, покажу за... Это на котика. Ладно. Потому что есть Алешка у тебя. Алешки, ты вздыхаешь зря. Сосна. Пока вяленький еще. Положенное место. Котик поработал сегодня немножко. Да, тут кузьмин надо было давно построить. Так. Тоже, наверное, вне пор на производство пока. Нашинал эпик цирк. Давайте. Так, раз мы цирк, то, наверное, пускай Непур все-таки вырастет. Следующим ходом. Подожди, а цирк сколько? Два часть. Тогда и Вавилон пускай вырастет. Ой-ой-ой. А что это тут? Академия не обрабатывается. Вы что? Так, и в экономику кто-то вышел. Белый белорусский кот из старых стримов умер уже, к сожалению. Ей 18 лет было. Да, у меня есть видео на канале, где она играет со мной в третью циву. Вот прикиньте, она появилась у меня, когда третья цива была. Сейчас ссылку кинул в чатик. Да. Леша играет в третью циву, а кошка Вафля ему мешает. Видео 2004 года. Кинул ссылку в чатик. Приятно видеть старых зрителей, да, которые все это видели. На демилитаризацию и денатификацию Полинезии. Спасибо, Дуайт Изенхауэр. 300 рублей пойдет на это дело. Так, теперь Колизей. Ой, стоп, откуда у нас плюс 4? Откуда у нас плюс 4 счастья внезапно? О, конь прискакал. Полинезийский. А, люкс точно, какао уже починил. Точняк. Круто. Специально пошел чинить люксы, чтобы счастье появилось. И, как всегда, забыл напрочь об этом. Так, тут просто включим. Полинезия и Польша, научный договор. Полинезия во все тяжкие пошла, короче. Так, не доставайся же ты никому, видимо. О, я Египет встретил. А у Египта что? Sugar. Push some sugar on me. Что-то как-то шепеляво получилось. Push some sugar on me. Так, мы еще соль не забанили. Я только предложил ее забанить. Сама, еще соль не забанена. Там еще голосовать надо. Через 17 ходов только голосование будет. По забаниванию соли. Вон, где столица. Кстати, не пойму, на побережье она или нет. Так, а что у нас тут по стримам получается, пока пятерка, что ли, побеждаешь? В следующий стрим опять по пятерке делать? Сколько у нас? А, нет, пока один... Нет, полдоллара на шестую циву. Полдоллара на шестую циву больше. Понял. Дорого у перца купить войну с Польшей. Ну, будем считать, что зарез. 8 золота в ход. Не так страшно, но он у меня счастье заберет. Хотя, хотя... Я думаю, стоит того... А, без... Да, там просто первая армия, которая в два раза больше, чем вторая. Австрийец ливнул. Ну, то есть, остались я, полинезеец и поляк. А он только сейчас в Ренессанс вышел? Я думал, полинезеец... И в банковское дело, походу, он вышел. Ясно. Не комильфуйся. Если мы играем в этом... То есть, как бы считается с ботами, там, торговать нельзя. С ботами только воевать и мириться. Но так как это случайное лобби, вы можете быть уверены, что соперники это не делают? Я не могу. То есть, я буду себя ограничивать, в то время как они себя ни в чем не ограничивают. А когда вы... Ну, со знакомыми людьми играете, да? Тогда да, не комильфо. Ну да, писали бот... Я не знаю, поляк вообще-то хотел Перса захватывать. Я реально не понимаю, что он его не захватывает. Тут офигительные города. Кстати, Персеполис, 18, 17. Пасаргады. По-моему, очень хорошие города. Опять у меня украли теху. Блин, сидит... Сидит... Шпион прокачанный на 3 и все равно ворует технологии. Как такое может быть? Так, как к этому полинезийцу-то проплыть? У меня адмиралом засветил. Может, золотой век запустить? Все-таки чеченица подольше будет. Так он же работал. Он первых... Он как прокачался на 3? Он двух шпионов убил. Австрийского и польского. Что произошло дальше, непонятно. Так, а откуда-то оттуда, что ли, плыл, получается? Было нарисовано вверх, правильно я видел? Ну, уже кто-то в индустриализации. Уже поляк в индустриализации. Да. А Египет еще в средневековье. Вау. Уже поляк в индустриализации. Деньги на Петрохолмы, кстати, да. У меня жителей мало все еще, чтобы идти Петрохолмы. Тут же будет одно яблоко. Петрохолмы. У меня был дендер trader. Сиденько. он наверно подождите как у него караваны бегают не понимаю кое-что это он не оттуда в кейптаун отсюда посылал вот в тот верхний город не хочу пока открывать его и он тут явно сейчас флот делает посылал на деньги чтобы апнуть фрегаты уксусе среди лоди берется персом вау ну конечно может она и не возьмется но перс там уже нормально так а 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 и мы не можем тут фермы строить нам надо именно рудники так что вообще ггшки хотят ханой просто денег ну нафига мне милитаристская генуя дорогу далековато кейптаун караван караван а а а было прикольно в кейптаун караван то отправить и засоюзить его а где у нас еще караван в биологии только до так египет да в средневековье ну вообще давайте глянем за какао блин у меня счастья мало чтобы им просто раздавать вот так видите а с другой стороны 8 может действительно развлечь полинезийца а он же явно морскую делает морскую армию делает не ну у перса у перса первая армия а не как у него голиас в океане стоит а а а а а а так вот теперь мы из непура в столицу очень мне нравится как мне говорят чувак фаст кликает в мультиплеере всеми юнитами но я не понял как у него голиас а он полинезия бля я забыл он же полинезия точно он фаст кликает главное это это он может делать мультиплеере это нормально а вот так делать нельзя забыл пшу полинез точно а эти так у него exploration это плюс 1 к перемещению и маяк до плюс 2 то есть у него голиас и на 5 вы просто посадите откуда он приплыл чтобы город поставить у меня то есть вот это вменяемый человек да ну то есть вот это это он сделал адекватно и удивляется что на него нападают здесь австрии может только на меня косо смо а смотрите захватил клагенфурт у австрии полинеза свои правила да это другое ну а рассинхрон будет да 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 а все ливнул полинезийц то есть я ему обе понятно что-то египет ему там какую-то херню сделал это опять же типичная игра в пятую циву человек может делать что он хочет когда против него что это делают это не нельзя я пошел отсюда нормально не знаю с дуэль с польшей будем сидеть ну потому что если играют люди договорившись то по правилам с ботами с ботами вот просто когда вы сидите с ботами может только воевать либо заключать мир то есть ботами только так даже с ними торговать там ресурсами нельзя прочее но это рандомная игра я не могу быть уверен что люди точно так же против меня не делают все так в правилах вообще типа не воевать ботов там не подкупать не торговать с ними вот это вот а а а а а а а да есть но есть правило не копить великих или но это вот это кстати обговаривается вообще то есть иногда играют не копить иногда играют просто а но я считаю что это на самом деле баг 5 цивы который так никогда и не был исправлен что ученые это это не ко всем к этим великим людям относятся это же относится только к ученым не копить ученых говорят они великих людей а а ну еще еще писатели да ученые писатели вот ученые писатели дают тебе науку за последние шесть ходов сумму науки за последние шесть ходов поэтому их выгодно в конце использовать чем больше науки тем круче а а великие эти музыканты великие музыканты дают туризм что там туризм по-моему да при использовании туризм за последние шесть ходов за сумму последних шесть ходов когда они появились так почему нельзя было то же самое с учеными и с этими сделать просто ученый дает сумму науки за последние шесть ходов когда они появились это даже логично и все можешь копить этого ученого сколько угодно он тебя даст в конце игры там каких-то 200 науки например зачем уподобляться таким игрокам еще раз повторю потому что я не знаю будут не будут ли они против меня точно так же играть просто это они тогда получают просто преимущество на ровном месте ты сиди ты хочешь чтобы я посидел четыре часа и проиграл потому что человек это использует а я нет очень интересно ну так они же то же самое могут сделать то же самое можно подкупить австрию на меня напасть например или того же перса на меня напасть 4 6 6 7 7 8 8 10 9 10 вино вино меха золото блин вообще ни у кого нету ни вина не не мехов не у компьютеров но не у игроков не у городов-государств а 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 у него тут какой-то проплыв походу видео только что был караван морской и он нет не тут поплыла куда-то туда блин блин маньяк тут рано так тут я хочу наверное колизей в вавилоне значит а а а в дурку регал зу еще пять плен нету мастерской она тогда водяную мельницу что там лочь уже не берут да а кстати я смогу биг бен заинженерить что что углем вот уголь вот уголь ой сколько у меня угля обязательно надо выкупить сразу же а это тоже нет нет в четвертом радиусе ну поехали вот этот уголь обрабатывать нет подожди вот этот наверно быстрее м м м м м Угу. О, он мне еще и прокачал. Значит, сегодня не умираем. Забыл же, что хочу заинженерить Биг Бен. Вокат, наверное, надо. Ну, за перса голосуем. Вот нельзя еще тоже голосовать за выбывший искусственный интеллект, но... Да, Биг Бен стоит того. Биг Бен снижает на сколько процентов покупку... Покупку всего, по-моему, даже. Или зданий только, я забыл. Ну, даже со зданиями это круто. Просто, а какие тут еще чудеса? Тут в ближайшее время никаких чудес, которые бы стоило инженерить даже и нету. Интересно, он поплыл каравеллой? Типа, пофиг, что тут твоя плавает. Я поплыву по своим делам. Так, у меня минус два счастья ушло с тира. Блин, ну вина неоткуда везет. А Генуя хочет, чтобы я чудо нашел. Польша за Персию голосует за то, что в войне с ним. Да, по демографии уже первый Египет по армии. Египет по армии. Биг Бен сам еще по себе плюс 4 золота дает. 15% вообще-то, 15%. Вообще написано на все покупки в городах. Так что это не только здание, извините. Так, ну у меня следующим ходом колизей здесь строится. Просто думаю, надо ли мне зоопарк, а потом я в Вавилоне буду циркус максимум, так что я, наверное, лучше банк построю. И здесь банк. Так, минутку зов природы. Так, минутку зовет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, у нас просто чеченица. Ну, так там норм будет. О, я уже первый по производству. Это приятно. Наконец-то убил шпиона. Ну, вдруг Ригалзу надо покупать будет. Там слишком долго строится. Денег только где взять. 660 монет. Ну да, у поля по угля нет. Намяту коту во время Winter Break. Так, сейчас намяту коту во время Winter Break. Кота будем показывать. Еще пятерочка пришла. Сейчас. Продать кому-нибудь что-нибудь, чтобы купили, да? И денежка появится. Сейчас надо глянуть. Вот Дариус, например, что хочет. А мне нечего продавать. Железо, если только... Лукс Гудф бесплатно, говорит. Нормально выглядит. О! А, одномоментно это надо, по-моему, дружбу, да? Не знаю. Не понял. Ты же только что предлагал. Блин, только что предлагал 4 вход и... Прикол. Ладно, ничего мы не продадим. Так, кота несу. Унесли от окошка. Сидел в окошко смотрел. Ну, че ты? Так, не жри мои наушники. Ты отдай наушник. Бандит. Пошел нажимать кнопки. Все. Был возмущен. Сидел, спокойно срел в окно. Был очень возмущен, что... Его унесли от окна. Он, оказывается, у окна сидел, обидевшись, что ему мало курицы дали. Поэтому он обиженку изображал только что. Ясно. Его мне? С чего бы. Пускай отъезжается. Воду на нем вечером повозим. Котя нам говорит, что Алексей главный злодей на этом стриме. Нет, курочку не я ему не дал. Так что не надо. Фига себе. А че полинезийцу все войну объявили внезапно? О, соль прошла. Так, циркус максимус. Потом, пожалуй, арен воркс. Потом гильдию музыкантов. А, блин, нам еще школу бы. О, по саргады все-таки Польша захватила. Ну, видите, мы ему помогли. Даже он захватывает. Ну, вообще, семь ходов, и мы примем идеологию. Мотивировали, да? Усиляется. Польша усиливается. Всячески. Марсик. Жевжик мохнатый. У меня еще кофе есть. Пытаюсь с этой стороны проплыть как-нибудь к полинезийцу. Но, походу, это вот это какое-то внутреннее море вот тут. Хотя. Убили полинезийского шпиона в Вавилоне. Кайф. Алюминий откроем. Школы надо строить, конечно. Ну, надо достроить сначала циркус максимус, несомненно, и будем в школу. Ну, блин, холмы, я понимаю, что тут наука, но вдруг у Ригалзу настолько хреновое производство, что тут надо убирать джунгли. Опять рассинхрон. Что за рассинхроны постоянные? Марик, спокойной ночи. Да, я тоже думаю, что порядок надо брать. Слишком мало населения для свободы, и не на кого нападать для автократии, по-хорошему. Ну, и тем более, автократию еще берут, когда отстают по науке обычно. Эти вот вояки, которые воюют всю игру, потом, чтобы как-то догнать. Что я тоже думаю, что тут надо порядок брать. Так, какие нас тут караваны бегают? Три в Вавилон, в Акад и в Нипур. То есть в Дуркури Галзу надо... А он туда и бегал, да, на производство. Блин, может в Нипур... Может в Акад... Блин, или в Нипур, или в Акад лучше отправить еще караваны на еду. Я же, наверное, в Акад бы отправил. Значит, из Дуркури Галзу... В Акад. Да, кстати, еще напомню, что можете донаты просто на PayPal присылать или... Или на крипто-кошельки. Все в описании. Просто сообщите. Перед тем, как отправляете. Потому что у меня... Не придет оповещение. Понимаете? Понимаете? Да, Биг Бен и коммунизм сочетаются. Докинуть еще из коммерции института. А какой он далеко? А какой институт из коммерции? А, вот это, да. Меркантилизм. Ну, блин, тут целых два надо будет брать. Нам скорее рационализм и... И порядок хотелось бы закрывать. Еще, кстати, в коммунизме удваиваются же караваны. Там, одной из последних идеологий. Что тоже в нашем случае круто будет. Польша все-таки первое взял. Но он, видимо, через науку прошел, прожег. Но я все равно буду порядок брать в любом случае. Минус идеология, я все... Да, он в радио вышел просто. Минус идеология, понятно, но... Нам тут порядок нужен. Никуда от этого не деться. Или паблик скул тут все-таки, ладно, давайте. Просто 10 ходов, как бы, долго. Да, Биг Бен и коммунизм. Было бы круто... А, мы же, наверное, не сможем. В какой там... Блин. Сейчас же не посмотреть, какие там... Блин. В каком тире эта идеология на деньги? Ну, мне все равно первой надо будет брать. Блин. 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 А, небоскрёбы Небоскрёбы В первом уровне Я просто думаю, взять до того, как мы в дурку Ригалзу будем покупать Фабрику И мы как раз нормально так Снизим Стоимость Надо Вавилон выращивать Маленький очень город для этого Момента И он мне из-за этого не так много науки дает Как могло бы быть Просто для сравнения Смотрите, у меня 212 У горы С С обсерватории У поляка 138 Ну так-то дофига, конечно Ладно Да, обсерваторию запилили Вообще не понимаю, зачем что-то удалять Ты же уже что удалять А, стримы Я объясню YouTube почему-то очень хреново стримы продвигает Просто вот записаны И прочее То есть выгоднее записать это видео И выложить его Так, а вот алюминия у нас нету, да? Вообще не видать Вот у Генуи только если Сусу забирать надо У Суса есть алюминий А у Генуи вообще 2 Слушайте, надо было Зачем я помирился с Генуи? Генуи нормальный город Рядом даже со мной Генералом от Вавилона О! Кстати, вариант Да Кстати, вот это тоже вариантик Я бы даже сказал Прямо на алюминий поставим Вот эту клетку купим Ну, пока нам не срочно Потому что у нас ГЭС ГЭС только в Вавилоне Возможно, и то она такая слабенькая Я бы не сказал Тут алюминий скорее для Для самолетов, если То есть я бы не спешил пока с этим алюминием Ну, какая разница Даже если Лхаса его заберет А, ну, кстати, мы можем союзиться с Лхасой Мы все равно всегда можем сюда крепость поставить Так, а нам надо Поторговать, я думаю Я предлагаю мир поляные издательства Потому что я надеюсь, с этой стороны Вдруг тут тоже есть проплыв И пограбить его караваны хочу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, как и говорил Порядок берем Сначала берем на Великих людей Потом прожигаем Писателей И Берем На покупку Хочется на счастье взять Но, в принципе, у нас пока плюс 7 счастья есть И покупаем здесь О, 400 Было, помните, 660? Нормальный скидончик Так, универ тут рано Потому что Жителей маловато Давайте, наверное Блин, далеко Выкупать эти клетки Маяк, наверное, пока еще нет Давайте Давайте Субтитры создавал DimaTorzok Что будет тут проплыв Интересно Но пока место есть Что за название у города Ой, Катя Караван какой-то Стоит Так Что-то лишний Ресурс Некому продать Культуру еще мало у меня, кстати Культурки мало капает Дальше он решил не забирать города У Перса Спасибо большое Так, что-то он не отправляет караван Ой, не проплыть Блин А, у него, наверное, караван В Персепальс туда бегал А он сейчас в войне почему-то Они же в войне сейчас С Персом А, Польша Замирилась С Персом уже Понял Компы между собой воюют Короче, вот здесь Какое-то Вот видите Вот это внутреннее море Хотя, может, там еще Сверху проплыть Как-то можно Мы не пробовали Опять Мигус пошел Мигус пошел Блин, я забыл Я молодец Блин, веры немерено просто А мог дешевле их купить За 200 А не за 260 Спасибо за субтитры Не, я планирую Самолетами как минимум Сусу взять Так 200 даст Ну, нету смысла Пока сжигать Кейптаун денег хочет 58 Не, мы не пересоюзим Генуя Генуя алюминий Хотя, что-то мало ГГшек нашел Г inflammation Офем Гật Генуя алюминий Продолжение следует... 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 Ну, до этой, пятый уровень, пятый этот можем дотянуться скорее всего. Так, а где у нас на территории, что-то не пойму. А, вот она. Уже пора, наверное, и маяки строить тут и выкупать эти клетки. Деньги есть, ну, я не знаю, как бы, а я мрамором торгую с кем-то? Нет, не торгую. Ну, блин, эмбарго полинезии. Голосую. Не то, чтобы это что-то менялось существенно. Ой, ничего, я сюда встал. Мне всё равно не хватает, пока ладно, следующим ходом. Так, ещё караван появился. Ну, тут бы уже между вот этими отправить, да, морской какой-нибудь. Слушайте, можете уже замириться с полинезийцем, кстати. А, мне, у него нечего, нечего торговать с ним, нечем. А что, и в этом Египет, что ли, выносит? Ну, самого, как минимум, Египет забрал, да, прикол. Прикол. Так, тут берём пятилетний план, плюс мы химию открыли, сейчас у нас тут производство до хрена остановится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то мышка. Зачем ханую поляка забирать? А, типа, он тут уголь, так, ну, уже всё. Он уже там построил, что хотел, я думаю. Ещё чудо где-то надо найти. В общем, надо туда вот плыть. В общем, на следующем ходом переключу, когда... Нет, через, через, через ход, когда откроем удобрение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё караван нужен. Давайте, наверное, морской караван из Дуркури Галзу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а всё, тут практически все клетки обработаны. Вот только вот это ещё, если присоединиться, возможно. Ну, тут мне производственных клеток хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что тут? За гатлинги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 да да бесплатно показался два раза так вот мы с тобой денег не заработаем а подержать может золотой век что по статистике сейчас глянем все-таки не внут или внутреннее будет море сама сама жирная ну производство больше у поляка пушья на на рост все переключил по науке вперед эти вырвался 60 процентов то есть я первый по идее он первый попросту я на рост а вы мы увидим расти некуда или счастье ну да вера счастья нету так он бранденбург построил то есть он вышел в military science и что он во рту нет во рту вроде никто не вышел но нам самолеты надо по-любому но и осадок сингапур культура генуя все еще деньги кстати у иерусалима меха есть у сингапура да блин где же вино вот меха хотя бы дурку ригалзу просит не может представить откуда нападение готовится да это фиг знает конечно сам в напряжении сижу все таки мне кажется внутреннее море ладно чего гадать проплывем и увидим или рано еще бараки строю ну хотя там арморе надо как минимум без военной крему с военную академию а так пози меня наш не нужно самолеты если мы идем подождите а он кстати в лабы пошел прямой наводкой может мы за ним прожжемся немножко раз он сюда вышел что он точно прожегся сам у него не у нее не может быть больше науки чем у меня а 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 и и и перс в модерн эре может там одно что-то открыл поляка одно что-то открыл перс не там просто это не обе я просто подумал 2 он на 2 технологии впереди был а получается что не на две на одну пусть одну теху открыл перс рацию не у него рацию не закрыт где тут 3 рационализм у него кстати культуры намного больше чем у меня благодаря этому так неплохо идет эти на разопущу золотой век опять а Продолжение следует... 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 Так а нам зачем объявлять войну? Дай мне поиграть ну здесь не домики строить а надо именно что разве война это не игра так где-то я тут видел кстати а тут можно Тут может быть не артефакт брать а типа оставить культура давала культуру давала клетка А если мы объявляем войну то эти готовы Блин Видел бы тут караван не замирился бы с полинезом Блин минус рыбацкая лодка получается да? Он объявил войну Генуи Блин Египет пересоюзил меня Ну надо наверное уже объявлять войну реально поляку Поляку Вон 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Разве он в середине хода пересоюзил? По-моему, в начале... Так, кто видит... Ну, я вот тут вижу, да... Antiquity Side... А еще ближе кто-нибудь видит? Вроде нет... Странно... Всего три... Я надеялся, дадут сейчас глязь мне и я его апну во фрегатик... Продолжение следует... Так, ну надо... Ладно, давайте бараки везде сделаем... Broadcast Tower тоже очень хочется на самом деле... Тут уже воевать... Хотя... Хотя... По саргадой падают... Ладно... Мне бараки только в прибрежных надо, чтобы от этих поотбиваться... Да... Полинез... То есть вот... Смотрите... У Полинеза вот тут столица... Он бахает сюда ко мне город... Вот сюда... Тут... Если кто-то пришел, тут тонко было... И бахает вот сюда город под поляка... Помните, там поляк возмущался? Ну это... Ну это... Как... Что... Что вообще у человека в голове? И типа странно, что ему объявляют войну... Нет... Видите, тут уже... Мне ему нечего дать... Ух ты... Пушки... А... Захватываются... Блин... Я уже привыкший просто в шестерке, что не заходит там... Ну что по-другому с этими людьми... Происходит... Барни спитed Он засоюзил... А... Это моя... ну вообще да тут сейчас дофига культуры это клетка даст 5 культуры по-моему круто и и и и и и и нафига Австрии мой о он его возвращает мне что ли Австрия такая извините захватили гражданских возвращаем так а вот тут мы артефакт берем кем он мне убил бомбардировщиком бомбардировщиком убил мне так ну я думаю что время хотя еще два хода пока нет еще не время прожигаться ну что захватит а перс захватил пасаргады смотрите он захватил пасаргады обратно молодец я считаю молодец а мне разграбит так давайте какой-то наземный пустим только понять куда вакат 2 бегает 3 вавилон в Нипур 1 значит нам надо в дурку регалзу хотя у него тут дофига еды как бы и производство нормальное мне кажется дурку я бы вакат еще один то есть я 3 в бавилон и 3 вакат вот так бы я другая бавилон из Нипура все надо в родную шавань что за шавань так ладно стоим здесь пока у нас война тут значит ну и это кстати мы не зря даже фрегаты строим это потом будут линкоры которые вот сюда приплывут ну это разведчик понятно просто или он хочет поделить или он хочет туризму побеждать нет просто разведчик через лес не добьют ты о чем о чем речь вот тут через лес через лес да тут только ну блин какие могут сейчас этого на самом деле арбалет это убить а линкоры по Варшаве а там не важно разве линкорам нужна какая-то видимость они как арта по-моему линкоры как арта о так они пура он все таки распространил культуру ну прикол а че так мы больно бьем по его не наверное не буду захватывать что я потеряю тогда и а с другой стороны че нет какая разница пускай пускай на не на это отойду сюда так а я походу о смотрите сам алюминий присоединился даже не пришлось генерала тратить зашибись я походу все клетки обработал у себя так я бы прожегся и начал лабы строить так я тут говорила Мы говорили обработать благовония. То есть он тот фрегат мне завалил. Хорошо. Попробуем еще этот капер захватить. А, ну оно бы наверное не получилось в любом случае из-за пушки здесь, да? Это я даже зря пробовал. Тут бы не захватился капер из-за пушки. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не, это вообще... Слушайте, они, по-моему, тысячу стоят, так. А у меня получается... С тем, что я взял, просто практически на 50% дешевле. Так, кстати, еще вот это в третьем радиусе. 549. Так, 177-й ход. На где-то 183-м будем прожигаться, я думаю. Красиво, это без золотого века. Спасибо. 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 По-моему, у меня тоже такое как-то было. С каким-то ресурсом. Возможно, даже тоже с нефтью. Душит Австрия вообще, да? Я так отъезжаю, чтобы отсюда какие-нибудь юниты не приехали в помощь. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Чем? Ошибся. А где мне этим археологам работать? Сюда, к персу? Я же с Софией не в войне. Нифига, среди Югипта сколько ГГшек. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поляк с персом замирился. Субтитры делал DimaTorzok Тяжко у него идет с персом. А у кого-то я у Варшавы? Ну, электронику очевидно. Немножко попрожигался по ходу. Чуть-чуть. Ладно, светилище пока. Субтитры делал DimaTorzok 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 Внутренние торговые пути больше еды и производства дают. Тут артефакт возьму. Кстати полинезийский. Продолжение следует... 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 А, вот тут уже за себя проголосую, когда... Как-то Египет слишком близок к дипломатической победе. Так, раз, два, три. И здесь Оксфорд. Вот эти три техи и Оксфорд, собственно. А сколько у меня ученых? Один. А будет? А, так только он и будет. Блин, что-то я... Что-то я сильно ломанул рано. Что-то я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДВЕР result Субтитры сделал DimaTorzok Ну вообще давайте я его запущу Вот возьмём плюс 25 процентов к великим людям То есть следующим ходом будет не 15 ходов, например, а 11, может. А, не тут. 13. Он просто решил засоюзить Геную. Ну, там алюминий, да? Ничего бы и не засоюзить. Так, а Австрия не хочет замириться? Хочет. Продолжение следует. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ кстати надо международные тигры что там надо я боже откуда высаживается отсюда что ли сагботаны а 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 об а а замирился пытаюсь обстрелять австрию нет почему все равно в южный я в южной калифорнии а Да, блин. Как он там высаживается? Как он там высаживается? Как он там высаживается? 152. Как он там высаживается? Как же, сначала проатаковал, потом подвел генерала. Типичный Леша. Он сейчас разграбит, но мне хотя бы его убить получится. Да, что он там прокачал? А что так тяжело обстреливается эта хрень? Он просто одну прокачку взял. Все равно еле обстреливаю эту фигню. О, у меня нефть наконец-то вернулась моя. Да. 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 Следующим ходом, наверное, надо будет использовать ученого, чтобы понять через сколько ходов Оксфорд строить. Ух. 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 успел все равно успел разграбить прикиньте что у меня с кликом сегодня аж а где он приземлился вы видите его о смысл сюда высаживается и уходит вдвойну что пора самолетиков немножко поднастроить мне кажется парашютистов нам тут хватит чтобы в xcom и апнуться блин да один ход можно подождать дарак показывает там и зиме у него одно улучшение на пересеченную местность всего лишь просто так слабо юниты мои били так железная дорога везде проведена да что тут ремонтировать еще не только три клетки а вот еще вот эту блин не достроился бомбер думал один ход на пошли золотой век закон блин два хода теперь этот строится ну ё-моё обожаю когда в эти моменты заканчивается золотой век и ты и у тебя минус ход при просто ну я все надеюсь их в линкор апнуть я просто сейчас их не акулы потому что я не знаю сколько мне понадобится денег на ап этих парашютистов я не очень понял его тут высадку честно говоря парашютистами я думал хотя бы он будет типа для самолетов засвечивать а в итоге он просто ничего не сделал вот типа 2 клетни сколько три клетки разграбил это не очень страшно по моему о проект манхэттен понимаю но это он же не сможет сейчас у меня ядерку бросить правильно В принципе, даже ему засвечивать не надо, у него явно шпион у меня сидит. Да, с радиусом это жалко расформировать, но я не думаю, что продания уже нам понадобятся. Я так в эти игры ничего и не вложил. Что тут в итоге, кто там? Рамзес, да и поляк тоже ничего не вкладывал. Сколько ап с ракет? Поехали! 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 Отпускай бомбы, ты не делай. Отпусти. 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 Взять! Фига, он реально бомбу успел кинуть. Он ее купил, что ли? Но это зря он. Ну, типа, и что? Он же прошлым ходом проект... А как это так? И прожегся в ядь... Подождите, а как он? Купил где-то, типа, тут? Mission completed. Чисто кинуть в дурку регалзую ядерку. У меня сейчас должно быть денег. Следующим ходом дикий минус. Тарбалеты я, пожалуй, расформирую. Тарбалеты я, пожалуй, расформирую. Вот так. Тарбалеты я, пожалуй, расформирую ее. Ну вот. Ну вот, крейсти. У-у-у. Так. прикол что ядерка даже не убила x комов я честно говоря не знал что ну честно говоря не знал что x комы выдерживают попадание ядерки ну атомную хорошо атомную чем выдерживает попадание атомный я честно говоря не знал это как он так кинул а куда он кинул что-то не вырубаюсь тут за или он 2 кинул я что-то не пойму он наверное ждет когда все x комы приедут что-то его вот тут как какое-то заражение странное но у нас у нас минус по настроению точно у него нету минусов у него сейчас будут минус по деньгам у него деньги с другой стороны вот он этого обстрелял из варшавы вообще что-то как-то слабенько кашу не у юнита внутри нету слабенько кашу ой скликнул слабенько кашу ой скликнул слабенько кашу ой скликнул не понял как он сюда встал и сразу разграбил мне торговый путь в был скликнул папа . Продолжение следует... Из-за холмов не видно. Продолжение следует... 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 поставил здесь город у меня Тонгу. Вот тут Тонга стояла, приплыл. И потом вот сюда Хукахива к поляку. Я просто офигею с этого. А это, кстати, тоже был полинезийский город. Но это хотя бы типа рядом с ним. Ну, я не скажу, что тут прям, конечно, место такси. Но у него вот эти, вот это, вот это, Самоа вполне хороший город. И он ливнул, когда я на него египтянина натравил. Как он тут... А, блин, я думал, тут какой-то проплыв есть. Просто куда-то перешел. Скажем, мне кажется, у меня есть какие-то недостатки в игре. Я бы хотел узнать о возможности наставничества. Сложно. Ну, я бы скорее... Давай так, 50 долларов в час. Если наставничество прямо. 50 долларов в час. Так там, судя по всему, у Перса очень... Перс же неплохо шел. Перс не отставал по развитию. Перса нормальная армия. Перс был первый это... То есть он забрал только по Саргады, и дальше уже сложно ему было. Хотя ему надо было дальше идти. Ты бы видел, что там стояло. Так надо было тебе тоже армию строить. Я же строил армию в течение игры. Я воевал с этим... Полинезийцем. Кучу... А ты сидел домик и строил. У тебя даже стен нету в городе. Что тут сказать? Надо же иногда отвлекаться и армию строить. Такую нормальную. Низко. Так ты первый. Мы открыли демографию. Мне чат сказал, натравливай Перса на поляка. Потому что по демографии ты первый, а я в это время с полинезийцем воюю. Конечно, надо было забирать... У тебя ливнул сосед, причем ну, самый мощный сосед, грубо говоря. Комп-то воевать не умеет, и ты вместо того, чтобы... Ты же сам написал мне даже в чате, написал, типа, хост, нормально, что я заберу бота? Я же тебе ответил, что да, нормально. Его реально надо было забирать? Это, например, не Австрия, которая у меня через речку, да, ее хрен нападешь. Например, вот я вот сидел... Почему я воевал даже с полинезией? У меня бы насрать на его город было, если бы у меня были какие-то другие варианты. А у тебя шикарный перс сидит рядом, которого тебе надо было просто забирать, и все. Ну да, вот Ярослав это поляк, вот этот дракон 735. связаться для обсуждения, на e-mail написать халецкий собачка gmail сейчас напишу в чате. Вот, сюда написать, я отвечу и поговорим. на самом деле жалко, что перс сливнул, вот непонятно, почему он ушел. То есть, если бы сам перс не уходил, игра бы по-другому прошла. Вообще непонятно. Он что-то там сказал, моя стратегия не сработала и ушел. Полинес тут очень странный, но он тут не мог выиграть, по моему мнению. То есть, он поставил вот этот город и все, что он мог в столице клепать голиасы и сюда подводить. В надежде, ну вы же понимаете, что это очень далеко, все равно, как бы то ни было, хоть у него и навигация и плюс два к перемещению морских юнитов, все равно далеко ему юниты водить. Я когда-нибудь до города этот брал. В итоге, я его взял. Потом там вмешался еще австрийец зачем-то. Австрийец не совсем понятно лично мне, хотя у него вот он ставил Зальцбург, у него как раз две клетки забирали бы эти рифы туда, куда влез зачем-то полинезийц. У полинезийца вот тут город стоял. Полинезийц тоже тут ставил, но он одну клетку только забирал рифа и получал ну вот сами просто кто пришел на стрим не с самого начала вот столица полинезийца вот просто представьте себе и он вот так проплыл и вот здесь поставил город подо мной. Причем это был по-моему его третий город даже не какой там четвертый, пятый по-моему третий. То есть довольно быстро. Минутка охреневания с Крокотауа а где оно? Вот еще был этот Гибралтар а где Крокотауа? Я его не нашел кстати пока играл. А полинез сливнул когда я на него натравил Египет и Египет судя по всему очень быстро самого взял. Смотрите у него самого тоже под столицей стоит. просто раз я удивлен что Египет так спокойно дал само поставить ну типа это же это же колясками берется просто на раз-два Полинезинец написал что это не честно подкупать этих ну это да это конечно привезти через пол континента город сюда поставить это норм это нам можно делать а подкупить Египет против на тебя напасть это не нельзя да Полинез всех подселил наверное кроме ну я не думаю что это тоже под его столицу но тут сюда бы перст никогда в жизни не селился мне кажется то есть Полинез подселил меня вот тут поставил город подселил поляка вот тут поставил город тут может быть египтянин мог бы селиться но точно не Полинез и подселил Полинеза хотя конечно ой египтянина хотя конечно тут и рядом с его столицей но он так город поставил видите он так ставит города что типа ну ему тяжело их защищать просто то есть вот он от Гонолулу сколько бы вел войска типа самого защитить а тут прилетают коляски египетские забирают не знаю Египет очень миролюбиво играл он даже чудеса особо не строил такое ладно давайте проголосуем выкладывать ли эту партию так стоп а где куда тут голосовалки делись поленезейц еще безбожно перекликивал конечно проголосуйте пожалуйста тут оставшиеся 150 зрителей появилось голосование крокотау вправо у того маленького континента сверху вот маленький континент все равно не вижу нет если мы играем как бы люди подкупают и остальные ты точно так же мог подкупать точно так же собственно ты это и сделал ну нельзя сидеть без без армии так совсем уже ну что вот ты подкупил Австрию меня тоже приплыл разграбил караван и кораблик убил мне возле столицы полинеза чуть выше да блин вот столица полинеза спасибо иси пуси вот это не крокотау если вы про это говорите это шрипада так на минутку понятно это гибралтар все сидим ищем крокотау которого нету на карте прикол ну вот был гибралтар был была шрипада ну кстати реально по приколу смотрите шрипаду невозможно вообще никак обрабатывать никакой даже никак невозможно поставить город чтобы до нее дотянуться гибралтар еле-еле дотягивается что у нас еще было риф ну вот риф более-менее вот австриец мог поставить город чтобы вот если он сюда а нет тоже только одну клетку может обрати риф и что еще было еще какое-то чудо где-то должно быть где-то еще одно чудо должно быть ну я конечно в тепличных условиях был по-хорошему если был хоть какой-то сосед то с моим стартом как я начал 4 4 жителя и хоть я петру построил да что там было то у меня вполне можно было бы забирать тепленьким у меня очень долго было хреновое развитие очень долго то есть просто тепличное развитие у меня тут правда из-за полинеза то же самое у вен у австрийца видите я на полуострове австрийц на полуострове и у поляка с персом тоже как будто свои отдельные такие полуострова я от перса и поляка отделен еще и ггшками то есть я думал что перс в любом случае нападал на поляк кстати ярослав а он ливнул вообще напал на тебя или он что там подвел юнит и что он сделал потом ливнул чего-то просто мне кажется если перс не ливнул то он бы тебя забрал скорее всего мне что-то так кажется Польшу вот здесь только рядом Египет с полинезом вот почему почему Египту бы на колясках не забрать полинезийца просто сразу что он может вообще сделать 7 колясок 7 колясок подвел ты подвел 3 копья ну семью колясками уже конечно такое не берется 3 копья и 5 метка луков тут такая территория у вас не для колясок уже конечно вот тут лодь и посаргады да то есть тут пересеченное место с колясками тяжеловато тут метколуки бы лучше конечно работали выглядит ладно на этом все ведь у меня уже стемнело спасибо что смотрели играйте в умные игры слава Украине Жель Беларусь всем пока